И всем привет, ребят, с вами Мстерманик, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем играть на новом замечательном устройстве, которое я еще не тестировал, возможно вы уже видели видеоролик, в котором мне выпала Теслочка контентовая XT-шечка, и как раз таки под нее мы сегодня будем тестировать новое устройство Пульсар Станка Фонда По корпусу, блин, даже и честно говоря не знаю, что лучше взять, но давайте остановимся на рейсе, давайте останемся на этом замечательном корпусе, ну и возьмем ко всему прочему дрон Ловкач, не Кризис, а Ловкача возьмем, и попробуем реализовать эту жесточайшую комбину, единственное, только я поменяю резист Твинса на Рикошет и на здесь Теслочку, на все те резисты, которые Сейчас у нас по идее должны быть супер актуальными, ну и полетели смотреть, тестировать новую Теслу с Пульсаром, очень сильно надеясь на то, что она покажет хороший результат, и то, что она будет в мете Конечно, изменилось это устройство с момента его первоначального анонса, это что за карта у нас такая интересная здесь на Иранчике, но в целом, в целом, это все равно должна быть сильная Тесла, которая должна нагибать с критических уронов Посмотрим, насколько вообще большая вероятность этих критов, насколько часто они будут у нас вылетать, и насколько это устройство будет актуально у нас в рамках матчмейкинговой игры Если она будет работать, ну пока ни одного крита, то есть вот я сколько забутал, ни одного крита не вылетело Если она будет работать жестко, то это будет очень и очень круто, но пока что абсолютно непонятно, как она работает и насколько частые криты у нас будут Что-то мне подсказывает, что количество критов очень и очень маленькое, и то, что это слабое и не актуальное устройство на сегодняшний день в нашем замечательном матчмейкинге Но пока ни одного крита, просто ноль критов Опа, первый крит! Первый крит всего лишь с уроном 90, залетает по противнику и при этом наносит все статус эффекты Ну и вы видите, какое количество новых устройств у нас сразу в матчмейкинге появилось Все также залетели тестировать новые устройства на пушке Ну и я вам скажу, что пока плохо, плохо Оп, еще один крит залетел Потому что крит залетает, конечно, супер хорошо, когда он есть А когда вот его нету, тогда это, конечно, максимально грустно и печально Так, пробуем через шарик накидать здесь урончика по противничку Так, еще добавочка Появляется у меня овердрайв Ну и пока я за все про все нанес всего лишь два крита Два крита И то, это, ну, мне, наверное, еще повезло, что там с первого тика один крит у нас залетел Ну посмотрим, может быть, что-то у нас сейчас еще поменяется И по итогу покажет себя хорошо эта тезлочка Попробуем сейчас реализовать овердрайв на Арие 7 Противник живет, пушит, не пушит, не знаю, что тут происходит Ну мы овердрайв так чисто прожимаем Чтобы можно было увозик контентовый оформить Подбираем здесь дроповую ДАшку, которая у меня наскоро была бы на кулдауне Шарик пускаем противничка, который будет резать угол Ну и оформляем вторую контентовую доставочку Есть контактичек такой Но мне, конечно, хотелось бы больше не повозить здесь А как раз-таки посмотреть, насколько часто криты у нас будут вылетать Потому что пока что все, что я вижу, это, ну, такое, знаете, крайне-крайне слабо и неуверенно То есть, исходя из того, что у нас было изначально по этому устройству Когда у нас не должен был быть занерклен критический урон Не должен был быть спущен урон с крита Да, а это устройство должно было быть, ну, прям супер жестким Но так как его занерфили еще до его выхода Да, то оно, конечно, уже выглядит не так круто и не так сильно Да, ну, может быть, конечно Может быть, конечно, его еще видоизменят Но исходя из того, что я вижу на момент этого боя То я вам могу сказать, что это не сильное устройство Это устройство плюс-минус наравне будет с рикошетом, с пульсаром, примерно с громом на пульсар Да, то есть, ну, ничего здесь такого удивительного я не вижу Большого количества критов нету Нету Обычный урон Залетает, залетает Криты слабые, маленькие То есть, ну, все по дефолту, по стандартному, без никаких больших прибамбасов Ну, то, что бывает момент, когда залетает крит и наносит все статус-эффекты Это, конечно, круто Но частота их крайне-крайне маленькая Соответственно, это не работает суперэффективно И это не до конца актуально Если взять, например, обычную Теслу с Эми, которая будет отключать расходку противника Она покажет себя куда интересней И куда больше будет моментов с возможностью реализации этого устройства А по этой Тесле, ну, то есть За вот, вот за пять минут, за пять минут Я нанес, получается, сколько? Ну, где-то Четыре крита Четыре критических выстрела За пять минут это очень и очень мало За это время можно было бы Ну, на той же самой Тесле, да, только с Эми, например, да, с шариков Можно было сбить Ну, большое, реально, реально большое количество раз Расходку, да И это было бы реально круто Закидывать на Джиггернаута Джиггернаута я не вижу никакого смысла тестировать Поэтому мы сейчас перепикиваем И надеемся на то, что меня закинет на какой-то интересный режим, где мы еще сможем посмотреть Но, исходя из первых минут, я уже могу сказать, что это не сильное устройство И оно не совсем актуально Так, меня в очередной раз кидает на Джиггера Грустно, грустно, когда закидывает на Джиггернаута Ты хочешь поиграть на сочетании, которое подходит больше для ЦТФ, наверное Для регби какого-нибудь Либо для штурма за атаку Ну, можно даже, конечно, в крайнем и там ЦП какое-то поиграть И либо осадочку, но Все-таки мне хотелось бы сыграть такой режим, в котором реально была бы актуальность от этого вооружения Так, у нас противник контролирует две точки Меня запикивают в катку, которую я почти уже проиграл Интересно, конечно, когда так закидывает Интересно, кстати О, вот, как раз-таки этот момент я и хотел узнать Может ли по двум противникам сразу нанести статус эффект И он реально наносится Бля, ну не хочет нам давать сегодня матчмейкинговую катку хорошую Бросает нас на какие-то начатые Полузаконченные Полу Полу уже Мертвые Бои Ну, давайте что-нибудь интересное Дабы мы полноценно сыграли еще одну каточку Опять джаггер Что же за дела-то такие? Ну, почему джаггернаута мне забрасывает? Как я буду на Тесле с Пульсаром С Аресом На ближней бойке играть на джаггернауте? Объясните мне, пожалуйста Я, конечно, могу постараться что-то сделать Что-то реализовать Но Это будет крайне сложно Это непростая вещь О! А вот это уже Контактик Очень-очень хороший Так, запикиваемся мы на перекресток Надеюсь, что это будет, кстати, быстрая катка Ну и заодно посмотрим Как покажет себя Теслочка Я думаю, что сейчас опять будет бойцы с новыми устройствами Больше, наверное Гром всего, наверное, зайдет Мне так кажется Вот громчик будет супер сочный Со сплэшом И Рикошет с Гелиусом Ну, Рикошет с Гелиусом и так В полной мете В полном балансе Единственное, что его Опускает Чуть ниже Это то, что То, что То, что То, что Количество резистов от него будет намного-намного больше В ближайшем будущем Его получило большое количество игроков Соответственно Уже не будет все так круто реализовываться с ним Так, ну все Флаги появились Поэтому давайте быстро везем Быстро везем Плюс еще попутно Будем пытаться наносить криты Ну, видите Вот пока я Сколько вот Сколько я тычек дал Сколько я тиков Нанес урона Ни одного Ни одного Крита Пока что у меня не залетело То есть Ну, посмотрим Сколько вообще за эту катку критов У нас в целом будет Если будет маленькое количество Конечно Будет грустно Наверное Будет грустновато Ну, может Нормальное количество критов Долетит В целом Так Гром есть один Да, новый Ее еда присосалась Ай-яй-яй Блин, хорошо Она хоть не вернула Наш тиммейт на подборчике Блин, ну его тоже здесь Обрубают И сливают Так, пробуем Сразу ддшечку жать Так, крита нету Крита нету А вот сейчас бы Крит бы Очень был бы вкусный Вот сейчас бы Понес Так вот быстренько Хоп-хоп Цик-цик Ну ладно, я понял Надо добавлять Надо добавочку делать Пока нам не доставили Так И Ой, хорошо Вот первый крит залетел За две минуты Первый крит За две минутки Первый крит залетел По противнику Так, пробуем Еще накидочку делать Хорошо То есть Цесла сама по себе Она, конечно, сильная Да Но Мы Акцентируем Внимание Именно на устройство Да Устройство Ну такое Славенькое Славенькое Если честно Славенькое Могло бы быть И пожестче Очевидно Смотрелось бы Оно бы Куда-куда Лучше Если бы Количество критов У нас было бы Больше Ну либо Хотя бы Урон С крита Был бы Не 50 А ну Например Сколько Ну например Ну хотя 500 Да Пусть он будет Даже меньше Того урона Который В целом Есть Но все равно Это было бы Куда Куда жестче Куда Интереснее А с таким Урончиком Конечно Крита Далеко Не уплывешь Ну статус эффектов Конечно Все наносишь Но и то Даже их Чистота Во-первых Супер маленькая Во-вторых Работает Тоже Недолго Поэтому Ну такое Спорно Очень спорно Очень спорно Все пульсары Устройства Изначально Выглядели Круто Бомбически Но это К сожалению Не про Это не про Теслу С Теслой Сразу быстро Все продумали И Сразу же Сходу Сделали Ее Не такой Универсальной И не такой Сильной Как Гром И как Например Как Например Рикошет Рикошет Вообще Когда только Вышел Но Наверное Из-за того Что был Самый Первый Он был Более Актуален И более Интересный Но Тесла Сама Как по себе Как пушка Да Она выглядит Круто Да Спору Нет Но Как устройство Здесь нет Ничего Удивительного Возможно Для тех Ребят У которых Нету Никакого Устройства На Теслу И которые Например Просто Ее Покупают Качают И будет В дальнейшем На ней играть Это Хороший Вариант То есть Ты имеешь Хоть какое-то Интересное Устройство Которое В моменте Может Нанести Все Статус Эффекты По Противнику Это Сработает И Это Будет Полезно Да Это Круто Но Если Судить С точки Зрения Например Моей Да Когда У меня Есть Все Практически А может Даже И не Практически А все Устройства На Теслу Помимо Пульсара То Понятное Дело Что Для меня Это Не станет Никаким Удивлением Никаким Дополнительным Бонусом И Ничего Крутого С моей Точки Зрения Не будет Ну и плюс Я Очень Много Везде Уже Говорил О том Что Тесла Она Ну если Судить С точки Зрения Ее Интереса Это Ну не Самая Интересная Пушка Да То есть Очень Простой Геймплей На ней И Очень Как по мне Быстро Она сама По себе Надоедает Эта пушка Да Но если Вы Ее Качаете Например Первую Свою Пушку Для Фула То Я Брал Ее Во Внимание И После Например Получения Ее Станка Фанда Я Мог бы Себе Позволить Прокачать Ее Как Первую Чисто Ради Того Чтобы В дальнейшем Уже Получить Прокачку Да Получить Прокачку Своего Гаража И Потихонечку Потихонечку Раскачать Уже Другие Пушки Другие Корпуса На Тесле Бэк Бэк Надеюсь Надеюсь То Что Вы Сейчас В Комментариях Напишите Что Вы Думаете По Поводу Теслочки Пульсара С Пульсаром Мне Конечно Безумно Понравилось То Что Мне Упала Тесла Сама Экстишная Да И Теперь На ней Хотя Вдвойне Приятнее Играть И Можно Тестировать Вот Такие Замечательные Устройства Поэтому Надеюсь На то Что Вы Напишите Что Вы Думаете По Поводу Этой Теслы По Поводу Пушки В целом И По Поводу Устройства Пульсара Станка Фонда Ну И Также Поддержите Данное Видос Лайком Если Он Вам Был Интересен Подпишитесь На канал Если Вы Еще Вдруг На Не Подписаны Нажмете На Колокольчик Если Вы Хотите Не Пропускать Новые Видеоролики Ну И Не Забывайте Про Текст Создатели Контента Который На 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 Поддерживайте Меня Участвуйте В Розыгрыше На 1 Миллион Кристаллов И На 20 000 Коинов Информация По Розыгрыша Есть В Описании К Этому Видеоролику У У меня на этом Все Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока